В Алматы прошла торжественная церемония закрытия 16-го международного кинофестиваля Евразия. За прошедшую неделю зрители и участники посмотрели кинокартины из 25 стран. Все показы прошли при полном аншлаге. Подробности расскажет Григорий Беденко. В различных программах фестиваля Евразия участвовали 50 фильмов. Три из них, прекрасная Елена Буран и Ауил, стали мировыми премьерами. Состоялись также международная премьера фильма «Не храните меня без Ивана» и две азиатские премьеры – киноленты «Холодный как мрамор» и «Призыв Божий». Кроме того, зрители увидели четыре картины, выдвинутые от своих стран на премию «Оскар». А также фильм «СМД» удостоенный азиатского «Оскара» – кинопремии «Эйчи Пацифик Скрин Эверс». Это история человека, который потерял память. Через 23 года его находит сын. Как бы история, где через этого человека происходит изменение в этой стране. То есть я пытаюсь таким образом рассказать историю семьи, историю моей страны. В национальном конкурсе лучшим фильмом признан «Красный гранат» режиссера Шарипа Ауразбаева. На фестивале также работала жюри Международной организации по продвижению азиатского кино, которая выбрала своего победителя. Специального приза за вклад в развитие кинематографа Центральной Азии удостоился знаменитый узбекский режиссер Али Хамраев. Мы видим, как развивается новый Узбекистан, новый Казахстан. Но вот именно в темпах этого развития для нас очень важно создавать кинопродукцию, которая рассказывает о дружбе этих народов, которая рассказывает о глубоких корнях нашей дружбы. В рамках работы фестиваля были проведены мастер-классы, обширные программы «World and Progress» с презентацией новых фильмов казахстанских режиссеров. Гости фестиваля приняли участие в тематических вечеринках. А телевизионные дневники Евразии впервые в истории фестиваля транслировались сразу на двух телеканалах страны. Григорий Беденко, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар, 24.